как вы думаете что 140 150 парни я нагрузил 150 литров в принципе можно его закрыть из салона просто хочу посмотреть как вот эти канистры сейчас будем выходить на трассу низкий уровень жидкости обывателя бау стекла низкий уровень он пишет вот это западок стать этой машины самое главное да ну у и и и АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А вот с этой горочки я в прошлый раз полетел все-таки. Ну, вниз ехал. Вниз, как я уже говорил, всегда опаснее, чем вверх. И на тормоз ее понесло. Машина, ну, правда, недалеко и недолго здесь. Есть куда затормозить. Но все равно было ощущение такое непередаваемое. Если бы гора была длинная, то можно и убиться на ней. Как со мной один раз произошло на улице Декабристов. На машине ВАЗ-21-093. По первому снегу я решил спуститься. И эта попытка оказалась неудачной. Тогда еще не было понятия зимняя или летняя резина. Но такие машины использовалась и сезонная белшина. Сейчас помню, как там называлась. И вот на этой резине, короче, я улетел, чтобы не убиться, остановиться с этой горы. Можно было пролететь, просто внизу главная дорога. И тогда, если машина бы ехала, то летательный исход. А чтобы не вылететь на главную, мне пришлось по касательной прижиматься к бордюру. Потом я понял, что это не помогает. И потом мне пришлось просто оторвать колесо. Я направил в разрыв бордюра машину специально колесом. И как бы удачно. То есть погнулся рычаг. И диск испортился. И колесо спустил. И машина остановилась на этой ниже. Вот наша живая вода. Источник. Сейчас час ночи. Мы приехали. Сейчас пойдем набирать воду. Открывание багажника у вас не сработает на ходу по двум причинам. Во-первых, нужно сначала вот здесь, вот здесь не видно, открыть кнопку запирания дверей. Без нее багажник не откроется. То есть, если вы на ходу промахнетесь и нажмете вот сюда, то у вас ничего не выйдет. Во-вторых, эту кнопку нужно удерживать. И вот тогда он поехал. Я обычно открываю багажник на заведенной машине, потому что так, ну, не вся нагрузка идет на аккумулятор, скажем так. То есть, работает бортовая сеть. Уже потом машину глушу. Вот так выглядит наш багажник. Вот этого нам хватает на семью из пяти человек. Ну, примерно на 10 дней, наверное, так. Здесь, наверное, чуть больше 100 литров. Я сейчас точно не готов посчитать. Посчитаю, точно скажу. Разные емкости тут у меня. Всякие, большие, маленькие. Надо больших побольше накупить, потому что трудоемкость их набора, она как бы меньше, чем маленькие. Постоянно надо тыкать. Но их неудобно использовать. Там детям тяжело их таскать. Зато набирать удобно. А вот источник. Смотрим, что у нас получилось. Среды в багажничке-то есть, но он настолько слабый, что... И очень надо нащупать. Вот он. Сейчас, 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 сейчас. Вот он. Настолько слабый эта лампочка, что ей делать нечего сейчас сказать. Ну вот, собственно, ничего не видно. Поэтому на этот случай у нас есть китайский фонарь за 160 рублей, который нам светитель. Такой фонарь-светитель. Сейчас мы посчитаем, сколько литров воды мы погрузили. Так и не примерно, а, в общем, достаточно поточнее. У меня там еще лежит аптечка для машины. Ну вот этот вот блок там. Вода, лопата. Можно было это все убрать, но как бы оно все и так встает хорошо. Будем считать, условно, вот эти канистры по 5 литров, хотя есть по 6, а вот эти по 20, хотя они по 19. Для простоты счета. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Нет, нет, это сколько литров? 80, вот так вот. 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150. Парни, я нагрузил 150 литров вот сюда вот. И еще бы вошло бы тут запросто, даже если не разгружать багажник, а если разгружать, еще 4 канистры войдут. Если разгрузить по 20 литров, 150, и еще 80 литров бы вошло. Вот. Это вот багажник RAV4. В принципе, можно его закрыть из салона. Просто я хочу посмотреть, как вот эти канистры встанут. Я думаю, что это все нормально. Все дела закрылся. Погнали. Сейчас мы будем делать хитро вымудренный маневр. Мы вот с жопой заедем на вон ту горку. Потому что она песчаная вообще. Я совершенно запросто заезжал. на машине на нее, когда было тепло. Вот. А сейчас мы на нее поедем задом, чтобы канистра наша... Вон камерка включилась. Ну и погнали. Я по старинке всегда смотрю по зеркалам. Камеры камерой, а зеркала зеркалами. Ну и просто посмотрите, как запросто машина лезет в эту самую гору. Я тоже не поеду, потому что там всякие могут быть ямы под снегом, чтобы мне туда ночью не сесть в эти ямы. Ну так, даже не буксануло. Ну все, путь домой. Поехали назад. Вода там плещется в багажнике, но это ни на что не влияет ровным счетом. Тихонечку. Здесь любая машина пройдет. И легковая пройдет. Ну, как бы на арафике всегда поприятнее. Он побольше. Вон чуть повыше. Ну и если где-то снежок, ледок, когда бывает, то, конечно, на полном приводе повеселее. Вот пару слов про эту панель приборную. Вообще машина очень нравится всеми своими проявлениями. Она меня радует. Ух ты, такая картина, как не видно, наверное, на камеру. Ночь. Ну, Днепром. Уинджи. Почти такая же тут. Так вот, машина меня радует, потому что вот эта вот цветовая гамма панели. Вот мы сегодня снимали Suzuki Vitaru. Цифровая, цветовая гамма панели, она как будто бы, ну, не знаю, может они случайно делали, как русские инженеры и все. Но есть такое подозрение, что эта специально подбиралась, потому что она очень гармонична. Вот здесь есть сочетание не только белое, которое через какое-то время режет глаза, но красные стрелки и зеленые элементы тоже есть. И поэтому, как бы, приятно. Она всегда такая, как елка новогодняя. С одной стороны, не сильно отвлекает внимание, с другой стороны, не замыливает глаз. На нее всегда глянуть как-то освежает, приятно очень. Сейчас поедем мы в эту горку небольшую, в которую я уже ездил, даже снимал специальный обзор. Сейчас минус один. Все, что дождь прошел, днем сейчас все замерзло. Я специально не разгоняюсь, вот без разгона. Ну, естественно, камера сглаживает. Вот сейчас у нас пошел подъемчик. Двигатель запросил чуть больше оборотов, чуть больше педали газа я дал. Никаких вопросов. То есть мы в эту горку обледенел ее в ползы со 150 литрами воды в багажнике. Вообще без всяких проблем. Чувачок из газосиликата построил дом и Новый год празднил. Мелочи приятные. Сейчас мы выйдем на Воронеж-Тамбов, дорогу, федеральную трассу. Снег прям заледенел. А, вот, кстати, да, тоже интересное. Вот прожекторы отражаются. Сегодня шел дождь днем. И вот эти вот снежные такие целины, они заледенели. И вот очень прикольно так вот отражается свет. Как будто глазурь на Ромбабе. Снег такой стал. Сейчас будем выходить на трассу. Здесь очень сложный выход на трассу. В рабочие дни, в рабочее время я, как правило, объезжаю через развязку, через Бабяковскую. Сейчас трасса пустая, я думаю, что мы свободны. Выходим. Единственное, с таким загрузом, даже если он неплохо закреплен, все равно лучше вот эти крены на маленькой скорости проходить, потому что повалится груз. Все равно инерция есть у груза. Вот можно себя представлять Боингом на взлете. Низкий уровень жидкости омывателя по ау-стеку. Низкий уровень, он пишет, вот это западло, кстати, этой машины. Он пишет тогда, когда его уже там ку-ку. Если бы он писал, когда третий не хватает омывателя, то было бы, наверное, это уместно. Но в данном случае вот это сообщение выходит, там скорее всего уже никакой жидкости нет. Ну раз, может, брызнули. Сейчас мы брызнем. Вот и фары брызнулись, и стекло. И все, наверное. То есть надо действительно долить. Вот это, как бы, такой не очень приятный момент. В Камре он писал низкий уровень, когда еще жидкость присутствовала. А здесь вот раз-два брызнуть, и все, и она закончится. Хочу пару слов сказать про вот эту потрясающую совершенно фигню. Вы видите, вот этот моргает, да? Сейчас сзади никого нету, и я так вот приостановлюсь. Как вы думаете, что это? Это муляж полицейской машины. То есть это не полицейская машина, это муляж. Охренеть, да? И вот не лень кому-то было вот эту картонку здесь ставить, и еще и мигалка на ней работает, как будто бы тут ДТП. Я офигел, такого еще никогда не видел цены. И я как-то в Белоруссии, когда у них там все как-то получше всегда было. И я когда ездил еще к родственникам в 2005 году, там у них стоял такой гаишник фанерный на дороге на Минск в Лебедзевке. В Лебедзевке. И вот я с этим гаишником остановился, обнял его, фотографируюсь. А там еще пост недалеко. Думаю, ну что они мне сделают, где написано в правилах, что нельзя с фанерным гаишником фотографироваться. К сожалению, после двух переездов я эту фотку потерял, где-то она у меня была. Ну, как факт, едут машины, а я с этим гаишником в обнимку стою, а знакомые меня фотографируют, брат. И все сигналят, типа чувак, молодец, гаишника обнял. Ну, вот здесь вот тоже сделали, значит, такую манишку из этой машины. Но я когда ехал, я думал, ДТП. Правда. А потом ты езжай, я смотрю, фанерка стоит. Прикольно. Вот я сейчас сообщение сбросил, и там был треугольничек такой красный, что смотрите, у вас там есть критическое сообщение. Но сейчас он растворился, не отвлекая, потому что, ну что его читать, это сообщение, я хочу тобой читать. Сегодня четвертое число, треть, с третьего на четвертая ночь, машин уже днем было в городе достаточно много, все пробухались, проспались, ну, либо беспредельщики бухают и ездят все равно. Я выгодно отличаюсь от этих водителей в своих же собственных глазах, потому что я не выпивал на Новый год. Если выпиваю, я последний раз я выпивал на день рождения, который летом, я думаю, что выветрилось до Нового года все. Так надеюсь, никогда не выпиваю в общенародные праздники. Во-первых, никакой радости в этом нету, спать хочется и все. Бывают иногда моменты, когда хочется, но очень редко. А вот, а во-вторых, я никогда не боюсь, что меня становится гаишник, потому что я не принимаю это дело. Мне очень кайфово, вот все там пухают, грудятся свободные, а ты едешь же рулем себе спокойненько. Все пешком, а ты на каньи. Разве это не счастье? Ощущать, что ты лучше други. Шучу, конечно, хотя в каждой шутке. Но вот опять очень крутой поворот под 90 градусов. Я специально снижаю скорость практически до ноля, чтобы у груза не было инерции. Иначе они там могут все-таки напокоситься и повалиться, несмотря на то, что они закреплены тросами, канистры эти. То есть я потихонечку повернул. Ну, вот сейчас дорожная обстановка позволяет иногда приходится на максимальной скорости пытаться делать маневр, потому что встречка, нужно успевать проскочить. Ну, вот, друзья мои, всех с наступившим Новым Годом! Чистой вам природной воды желаю, чистого воздуха, чистых преданных друзей в Новом Году, здоровья и по возможности благополучия. Всех обнимаю. До встречи в следующих роликах очень скоро. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова